Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Субтитры сделал DimaTorzok Не обошлась, если вы в разных странах. 8 долларов. Много телефонов. Не знаю. Давайте смотреть, что здесь. Скрывать вот так аккуратно. Все аккуратно упаковано. Открываем своим хирургическим скальпелем. Поэтому, у кого есть ненужные телефоны, за недорого я могу выкупить. За дорого не предлагать, даже не буду рассматривать. Спасибо всем, кто откликается. Особенно с Россией, ребята. Но от вас получать посылки очень дорого. И риск тот, что ее просто у нас заберут на таможне. Я вообще ничего не получу. И лишусь своих денег. Так. Тут, по-моему, коробочка Snokie 6233. Насколько они? 3100. Ну вот. Давайте начнем с этого коробка. Смотрю, он его аккуратненько заклеил. Давайте скрывать и смотреть. Кабеля, зарядники, телефоны. 72-й сразу вижу. Мануалочка от Snokie. Видно, человек аккуратно обращается. Смотрите, с телефонами. Много-много-много телефонов. Так, давайте начнем с Snokie. Тут много их. Аккуратненько скрываем. Так, первый телефончик. Это у нас Nokia. Некоторые пишут. Ты делаешь обзор и не знаешь названия Nokia. Как я могу все выучить название, если я в этом не дал? Значит, модель называется Nokia 101. Аккумулятор я один зарядил. Nokia. Давайте смотреть. Разбитый дисплей. Ну, дисплей здесь, по-моему, надо менять только если паять. Я их еще не разбирал, поэтому не могу за них вам сказать ничего. Дальше. Следующая Nokia. Такой у меня еще не было. Так, Nokia моделька называется 3110. Это, наверное, с него коробка родная. Давайте смотреть. Так. Или тут кнопка включения. Вроде зажегся, но проблема с дисплеем. Телефон пищит, вибрирует. Разбитый дисплей. Поменять дисплей на этот телефон. Это все пустяки. Раз, два и поменяли. По-моему, где-то у меня такой еще донор был. Со старых запасов. Дальше. Это Nokia. Nokia 6020. Да, тут маленькая батарея, не подумал. Надо было купить. И кнопка включения здесь идет сверху. Вот она, вот так. Ставьте сим-карту. Давайте попробуем вставить сим-карту. Но у меня куда-то делась моя цельная карточка. Не могу найти. А здесь вот этот американский пирог. Который я не люблю тем, что их потом тяжело вытягивать. Так, вроде с кадра не выпадаю, как некоторые пишут. Ок. Так, Киевстар. Вроде сеть увидел. Ну, давайте смотреть. Тут, по идее, есть громкая связь. Что-то не хочет набирать. Какие-то проблемы. Ладно, разберемся. Дальше у нас идет мой любимый аппарат 6233. Так, а у него битый дисплей. Вижу уже сразу. Некоторые пишут. Вы не помните информацию. Я не собираюсь ее хранить в голове. Телефон, видимо, разбирали, да. Так, большой батареи у меня сейчас нету. Но будем проверять его потом. Так, будет как донор. Тут кнопки есть. Станина. Где динамики. Сетка вытянута. Так. Следующее. Следующее. Это тоже битый дисплей парня. Это у нас моделька 2310. На эти у меня дисплей есть. Так. Включаем. Телефон включается. Звуки издает. Значит, не все так печально. Этот работает лоточек. Все чеки-чеки. По-моему, даже у меня на него есть корпус. Но в том спаленная плата. Поэтому можем восстановить. Сделать из него красаву. Может, даже сегодня вечером я этим и займусь. Дальше. Так, это у нас Siemens AX72. Батарейка на него. Или, по-моему, я ее получал. Сейчас я гляну. Я взял с собой сразу аккумулятор. Так. Это аккумулятор не с него. Но попробуем стартануть этим. Ставьте сим-карту. Телефон, как видим, включился. Найду на него аккумулятор, чтобы не мучиться. Так. И нашел заряженный на 62-33. Ну, вот не помню. По-моему, это трупик. Да, это полностью труп. Он даже не включается. Так. Следующим номером нашей программы. Вот и скальпель пригодился. Телефончик от компании Beeline. Скорее всего, это ZTE. Он прошит на него. Поэтому аккумулятор сдутый. На клеммнички. Это у меня такие были на обзоры. Я заказывал. Тут даже вот такое гнездо есть блатное. А у меня где-то лежит вот такая вот зарядка. Думал, от какой это модели. Вот теперь я понял, от какой. Постараюсь его зарядить. Даже если он с души. Ну, может включиться. Чтобы проверить его работоспособность. Дальше. Это вот, наверное, от него запчасть от этого телефона. Что парень писал, что не успел все проверить. Так, дальше. Аккуратненько отодвигаем. И смотрим вот этот. Это у нас телефон Siemens. AX75. Ну, не знаю, что здесь лежит. Давайте будем посмотреть. Так. Как мы видим, зарядники. Здесь у нас лежит, по-моему, мой любимый телефон. Нет, это не он ошибся. Похоже слайдера. Так, это D900i. И он писал где-то от него еще куча запчастей. Это шлейф, насколько я понял. Шлейф одевается сюда. Разберемся. Со шлейфами я чуть-чуть начал дружить. Поэтому разберусь. Дальше. Аккумулятор. Так. Аккумулятор, наверное, от этого телефона. Так. Сейчас я уберу коробочку в сторону. И что это у нас за модель? По-моему, он писал Митсубиши, эта моделька называется. Насколько я помню. Да, Митсубиши. Ага. Даже он здесь что-то пытался сделать вот так. Зарядничал здесь вот такой блатной. Он, наверное, от того телефона. С антенкой. Бенч. Так. Давайте смотреть дальше. Следующая коробочка. Так, это 900. Самсунг, насколько я понимаю. Да, здесь от него, наверное, винты. Будем его доводить до ума. Не надо будет на него найти шлифа. Так. Здесь у нас куча зарядников. Вот этот блатной зарядник. У меня такой лежит новый. Вот еще один. Вот еще один. Так. Куча аккумуляторов. Есть аккумуляторы. Есть аккумуляторы от Samsung. Так, это аккумуляторы от ZTE-шек. По-моему, у меня еще даже лежат. Здесь я не убирал. От вот этих ZTE-шек, что я получал. Ха-ха-ха. Теперь у меня есть аккумуляторы. И аккумуляторы еще живые. Может, не заряженные, но живые. Смотрите. Класс. Это телефоны, которые я получал 100 штук. Спасибо тебе огромное. Вот эти аккумуляторы меня сейчас спасут. Дальше. Следующий телефон. Это у нас Sony Ericsson. Вот такой вот. В конце видео я сделаю общее фото. Так, это у нас BST-33. Вот этот я вообще люблю. Слайдерочек. Давайте. Где-то у меня была батарея на него. Сейчас мы посмотрим. Так, BST-33. По-моему, вот так она одевается. Ну, давай включать тебя. С какой стороны тебя коучнуть? А, кнопка вот она. Век живи, век учись, дураком помрешь. Да, Sony Ericsson вышла надпись. Да, сейчас он должен потребовать. Чуть-чуть шатается крышка. Разболтана. Дальше. Карточка. Ну, сейчас проверим. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Пусть пока загружается. И следующий у нас Samsung DOS. Это у нас от 120-го просто корпус. И донор, так по нему, он хотел его переставить. Телефон. Выполняется поиск. Ну, не знаю. Не помню. Может, даже он и сеть не видит. Потому что более нету, видел. Так, громкость у них, по идее, сбоку. Так. Нет, не надо ничего нам менять. Давайте проверим звонок. Так, а как позвонить? Вызвать. Пошел звонок. Ничего не слышно. Включить громко говорить. Прослушайте еще раз, нажмите звездочку. Ваш тариф. Их, ставь звонки. Если да, нажмите А. Нет, нажмите 2. Нет, не надо сохранять. Ну, все. Вроде этот работает. Внешний дисплей тоже работает. Чик. Ну, что-то через раз. Наверное, где-то отходит шлейф. Или какой-то глюк с телефоном. Да, где-то отходит шлейф. Скорее всего, от времени. Из-за вот этого люфта. Так, понятно. Вот, за что я ненавижу эту карточку, что начинает расслабиться. Так. Так, есть вот такой. Это донор. Дальше. Это DOS. Он стопудово нерабочий. Итч. Слайдер западает. Давайте попробуем. Аккумулятор у меня был. А такого аккумулятора у меня и нет, чтобы проверить. Ладно, найду аккумулятор, проверю этот. Так, а у этого 100% разряжена батарея. Крепления выломаны. Что-то он включается. 120. Пробуем вставить сим-карточку. Так. Так. Ну, давайте пробовать. Сеть он не видит у нас. Нет сети. Или он такой древний. Или проблемы, как во всех Самсунгах. Ладно. Будем смотреть. Потому что, спасибо мне, кто-то написал, есть старые Самсунги. Все никак не куплю. Ставил чужую карточку водофоновскую. Он раз заработал. Я, конечно, был в шоке, что телефоны Или мы то, что уже привыкли, что сейчас телефоны Все явные. Едят все карточки. Так, что здесь у нас? Так. Это у нас, по-моему, корпуса. И еще какой-то телефон. Давайте смотреть. Так, упакован конкретно. Так. Упакован конкретно. Село. Оно и в Африке. Надо было помучиться, чтобы потом просто раз и аккуратненько разобрать. И вот Nokia Navigator. Так. Как крышка с навигатора снимается. Чтобы вас не мучать, я нашел, как открывается крышка. Здесь нажимается вот эта кнопочка. Отскакивает язычок. По периметру проводите. И снимается задняя крышка. Аккумулятор здесь вот такой. Вздутый. Но он включается. Поэтому я взял, будем говорить, не по размеру. Но удобнее, чтобы телефон не отключился в нужную минуту. Включаем телефон. Это Nokia Navigator. Прикольная модель. Таких у меня еще ни разу не было. Вот так он включается. Интересно. Смотрите на дисплее. Такая разметка, чтобы ориентироваться. Прикольная штучка. Надо будет почитать за него. Динамик, насколько я понял, тихий. Потому что громкость не сильно. Он слайдер. Растягивается вот так. Полностью русифицированный. Клавиши все четенько работают. Обалденнейший телефон. Есть вот кнопка навигации. Смотрите, Nokia Navigator. Стандарт. Если честно, я такое первый раз вижу. Надо будет посмотреть. Смотрите. Определяется позиционирование, наверное. Бомбес. Стандарт на меню Nokia. Музыки, наверное, нет. Громкость что-то он пикнул. И замол динамик. Так. Давайте проверим. Знаете, что в настройках. Где режимы. Вот звуки. Да. Тут умерший динамик. Но я его сделаю. Но работает, и то радует. Ну, вот такие сегодня красоты я получил. Отдельно сейчас их сфоткаю. И выставлю в конце видео. Всем спасибо, кто остается со мной. Кто меня поддерживает. У кого есть ненужные недорогие телефоны. Пишите, договоримся. Алис электронной почты под видео. Пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Обязательно комментарии. Обязательно репосты. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...